Вот она, та самая кошка, которая может стать вашей. Именно так Кристина Блю сегодня у нас в программе. С утра пораньше волонтер вместе с кошкой, кличка у которой... Ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая красота. Посмотрите, с каким необычным рисунком эта великолепная кошечка. Кристина, расскажите, у кого, ну, во-первых, как появилась... Давайте маленькую историю. Да, да. Возможно, кто-то меня уже знает, так как я давно занимаюсь волонтерством. У меня на балансе много собак и кошек. И, к сожалению, я не всегда экстренно могу кому-то помочь. Вот ночью я где-то, наверное, в течение недели наблюдала у крупного гипермаркета, но помочь я ничем не могла. В момент, когда я поняла, что больше никто этого не сделает, когда я за ней пришла, она была глубоко беременна и, к сожалению, почти не подавала признаков жизни. Мы поехали экстренно в клинику. Клиника показала, что она на грани, так скажем, жизни и смерти. У нее было сильное воспаление, экстренная стерилизация. Два месяца мы ее выхаживали. Сегодня мы у вас в поисках новой семьи. Хорошо. Ну, у кого появилась идея преобразить ее? Конечно, у меня. Конечно, у меня. Мы не стрижем их на лысо, так как у них, ну, чтобы вот их защитные свойства не потерялись. Но это упрощает жизнь, житья в квартире, так скажем, когда много животных, шерсти гораздо меньше. Ну и после операции она обрастет в любом случае равномерно. Конечно, конечно, три месяца она вернется на круги своя, если кому-то, допустим, это не нравится. То есть, получается, у нее здесь три цвета, серенький, черный и белый, да? Если так вот приглядеться. Или все-таки верхний... Нет, это у нас черное и белое. Это когда стрижешь, они кажутся, что, кажется, да, посветлее. Двухцветная. А ночью, потому что вы ее ночью нашли? Потому что я уже не знаю, как их называть, их огромное количество. Скажите, что касаемо ветеринаров, какой возраст они дали? Смотрите, приблизительный возраст это 5 лет кошечке. И я хочу сразу нашим телезрителям озвучить, что я ищу для нее семью без других животных. Она немножко как-то так с опаской относится к другим котам. Видимо, ее обижали, возможно, слегка есть агрессия. Но к человеку, к детям бесподобная, добрая, ласковая. Ну, тем более, в таком возрасте сложно же, чтобы они друг к другу привыкли, правда? Нет, не сложно. Сложно? Нет, зависит от характера. Все зависит от характера. Поэтому, если вы хотите себе первого питомца, вот, пожалуйста, рассмотрите комбинатуру ночи. Уже взрослая. Уже взрослая. Взрослая, умная, добрая. Да. Что касаемо питания, переходили ли вы на специальное питание и вернулись к обычному, или все-таки продолжается какая-то... Я всегда кормлю котов специализированным сухим кормом. Угу. Не придумываю ничего. Им нравится, правда же. Ну, он сбалансированный, да, он для них и создан. А, по поводу активности. Ноча очень активная. Она любит детские игрушки, она такая озорная девчонка. Угу. А она уже сколько с вами? Она со мной уже месяца четыре. Вы уезжали летом? Вставляли ее наедине с собой, скажем так, в целую или квартиру потом? Целая. Она ничего не делает. Она пользуется только как тедралкой. Угу. К туалету? Конечно. Привучено. Все привучено. Взрослая кошка. В общем, мы хотим вам продиктовать номер телефона для связи 902-940-05-23. По нему можно узнать все подробности. Ну и, возможно, стать счастливым хозяином вот такой красавицы. Двухцветной, как мы узнали. Можно пару слов скажу? Да, конечно. Друзья, не бойтесь заводить домашних животных. Это не так страшно, как кажется, и не так дорого, как кажется, если мы себе приобретаем, так скажем, нового друга и нового члена семьи. Будете любить друг друга. Конечно. Да, именно так. Спасибо, Кристина. Продолжим эфир. Спасибо.